29 сентября. Сегодня я поздно в лес приехал. Время уже обед. Первый час пошел. Здесь вот опята были. Сейчас попробую поискать опята. Листопад какой. Плены много. А потом проеду туда дальше по лесу. Посмотрю сыроежки белые на тех местах, где я находил. Здесь вот кленовое место. В тот год я здесь неплохо опята собирал. По-прежнему сухо, дождей нету. Под днем жара стоит. Так что может быть опят здесь и не будет. Опята здесь были, но кто-то пришел и все посрезал. Вот они, кучки миросли. Я когда сюда по дороге ехал, там от машин следов-то много было. От легковых. Сухо сейчас все могут цена проехать. А, вот опята. А, это не опятки. Я думал опята. Это ложные, наверное. Они хорошие. Вот, вон. Много их здесь около этого корня выросло. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Такие маленькие, ножки толстые. Но они вообще не растут, потому что влаги нет. Они вот вылезли и засохли в таком состоянии, потому что влаги нет. Вот вороны прилетели, сидят там, крякают. Может у них гнездо где-нибудь здесь рядышком. А вот этому грибу здесь на дубке этой влаги хватило. Он влажный, мясистый. Но я их не беру, хотя мне кто-то писал, что они съедобно вороне. Листопад. С этим местом все понятно. Здесь опята были. Может быть неделю назад они вылазили. Кто-то приезжал, собрал. Сколько было. Но было их тут немного. Место сухое, влаги здесь мало. А сейчас новеньких порослей вообще не видно. Поеду в другие места. Может там, где что найду. Заеду в свое место, где белые растут. Время от времени появляется там. Еще заеду в сосновый лес, где я сыровешки собирал. Посмотрю, может там что есть. Посмотрю, может там что есть. И отсюда срезали. Тут возможно... Нет, я думал прошлогодний срез. Но в этом году не видно. В этом году они здесь не появлялись. все почему. Потому что сухо. Дождей уже месяц не было. Как они там вырастут на этих корнях, когда сушь такая. Подъехало новое место. Вот по дорожке сразу маслята. Червивый. Ну-ка, разломись. Этот хороший. А, нет, все-таки тоже червивый. Маслята я в любом случае не стал бы брать. Но в них влага-то есть более-менее. Хотя видно, что они такие подсохшие. Но они здесь прямо на солнце, на дороге растут. О! Их тут вымораживает. Высушивает. Мухоморы имеются. Это тоже мухомор, наверное, был. И где-то здесь, рядышком, я видел сыроежки погрызенные. Уже потерял из виду мышами. Вот сейчас по этому сосновому лесу похожу. Посмотрю, есть сыроежки, нет? Красивый осенний лес, но грибов вообще нет. Здесь вот я собирал сыроежки. Когда это было? Я уже не помню. Может, недели две-три назад. Тогда они здесь были. А сейчас вообще ничего. Все повысохло. Остается ждать октября. И что в октябре погода изменится. Дожди пойдут. Вот, это были мухоморы. Но они выглядят коричневые. Как не поймите что, все высохшие. Совсем влаги нет. На 1 октября, по прогнозу, стоит плюс 25. Зонтик. Зонтик. Зонтик нашел. Зонтик. 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 Похоже, чистый. Зонтик. 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 Моя лопатка. Зонтик. Зонтай. А я не понял, кто это был. Я нашел первую сыроежку. Вот так она выглядит. Немножко высохла, но в принципе еще съедобная. Вот они, остатки тех сыроежек, которые я собирал. Вон, еще там вон, сзади растут тоже. А новых нет, новые не появляются. Только остатки старых. Нужно ждать новую волну грибов. Уже в октябре будет, когда похолодает и надеюсь дожди какие-никакие пройнут. Кое-что я все-таки нашел. Но их совсем мало. Этот вот уже червивый весь, старый. Вон старенькое тоже вижу. Вот старенькое. Червивое. Пойду назад к мотоциклу, еще перееду на то место, где белые бывают. Там гляну. Если ничего, поеду домой скорее всего. Сосна-то какая крупная была. Почва вроде здесь нормальная. С чего бы ее так завалило. Может быть у нее крона мощная была. Вон. 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 нападало все покрыло красиво все дорогу усыпало последнее место это несъедобное что-то сейчас глянем что тут есть нету что не раз когда я здесь был вот тут березовик похож на был подберезовик это осинка она еще стояла когда здесь последний раз был но видно было что он вот-вот ее доточит и она упадет ну вот он ее в общем сточил в ту же ночь наверное и он уже погрыз как здесь так все притоптано каждую ночь приходит грызет чего грызет она когда падала еще вот и дубок молодой сломала белая грусть или чё это не грусть похож обходит ее кругами здесь подгрызет там здесь тут бобор видать рассчитывал что она упадет к нему в болото она в сторону леса упала все равно он приходится на подгрызать он веточки немного она не только дубок она еще и вот эту березу сломала хотя она гнилая была сама бы рано или поздно наверное упала вот береза валяется прям рядом с болотом вот она вода почему здесь опята не расти они здесь растут кстати говоря это опята нет нет это не опята влаги то здесь достаточно почему бы здесь вот не расти нету он похож опенок вижу сыроежка засохшие старые да это опенок и он чистый чистый большой старый но чистый это здесь все таки нашел рядом с болото они все старые старенькие сухие не то что старенькие сами по себе то не молодые довольно из-за того что влаги нет они все скукоженные скрипится грусть вот еще здоровый тоже и опенки здесь вот под деревом большая полянка уже все побелели плесенью покрылись ну вот хорошие таких вот можно было бы набрать скрипится вот растет в любое время хоть дождей нету хоть есть их полно почему нормальные грибы так не растут какие старые здоровенные этот я срезал где-то может быть месяц уже назад он до сих пор валяется не сгнил вот они новенькие лезут скрипится эти вот этих тут тоже полно возвращаясь назад к мотоциклу короче говоря нету здесь ничего попала в такое время между волн наверное то волна грибов закончилась она бы еще не началась если поехать в большой лес вот к болотам где я был там то наверное можно что-нибудь найти будет а здесь в мещанском пока пусто сухо слишком где-то с недели сюда точно смысла ходить нету нужно дождаться когда погода изменится по сырее станет потом приду проверю 1 октября воскресенье как я говорил обещают плюс 25 это последний такой день по прогнозу жаркий будет поеду в поля покатаясь посмотрю как там сейчас обстановка праздничьем м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok